Всем еще раз привет на канале пиратская жизнь. Слушайте, приехала домой, вот стою себя рассматриваю. Вроде так прикольно получилось, знаете, цвет такой необычный, интересный, такой сероватенький. Ну, как сказала Марина, он подсмоется, конечно. Вот сделала покороче задочек, чтобы было аккуратненько. Вот у Марины еще, смотрите, взяла таких вот два средства. Вот это у нас такой хороший бальзам для волос, профессиональный. Это Daily Care. Роскость и защита цвета. Написано бальзам для волос. Бальзам предназначен для окрашенных волос. Специальный состав позволяет сохранить роскошный цвет и блеск надолго. Вот. У меня, кстати, знаете, мой старый бальзам, вот такой вот Эльсе. Он как раз у меня уже заканчивается. Ну, там меньше половины осталось. Вот. Так что я себе купила новый бальзам. Он стоит, кстати, у Марины 500 рублей. Если это, кстати, очень выгодно получается. Вот целый литр, целый честный литр за 500 рублей. Плюс он еще, смотрите, ведь идет с дозатором. Это вообще здорово. Вот. Плюс я у Марины еще взяла, смотрите, вот такой вот оттеночный шампунь. Это шампунь серебристый для нейтральных, для нейтрализации желтизны серебристый блонд. Вот такой шампунь, смотрите. Прикольный, я думаю, стоит 400 рублей. Вот, шампунь, серебристый для светлых оттенков, для нейтральных, нейтрализации желтизны. Ну, знаете, вот я у меня сейчас подсмоется вот этот серенький оттенок, да, и у меня опять полезет мой желтый цвет. Вот. Так что я подумала, что нафиг мне желтый цвет, не хочу его. Потому что он мне дает, ну, знаете, простит. Он реально простит желтый цвет и прям вообще смотрится не очень. Он и в Марины конфетку операл. Вот. В целом я прям вообще очень довольна. Марину уже ничего не надо говорить, она уже знает, о чем мне надо. Мы как раз делаем вот такую пикси, пикси. Это, знаете, вот можно вот на бок. Вот. Раньше у меня как бы волосы были вот так вот, задраны, да. И честно, вот уже другой эффект. А вот когда они немножечко вперед и немножечко вот так вот, блин, мне вообще очень нравится. Вот с вами не нарадуюсь. А ты что, постоянно такой вот, да? Хочу какой-то, знаете, такой, благородный оттенок. Вот. В общем, я очень довольна. Вот. Марина, как всегда, молодец. Вот. Клакси, да. Вот, как я уже говорила, не бойтесь ничего нового. Всегда пробуйте, всегда люди вас удивят. Да. Что-то я, блин, приехала, знаете, на самом деле устала. Вот у меня такое состояние сонное. Вот. Не знаю, что с собой делать. Ой, спать хочу. Спать хочу. Я думаю, может быть, пойти поспать. Не знаю. Вообще, на самом деле, надо там эти вещи разобрать. У меня там куча белья настиранного. Надо даже скидать. А я вот так. Кстати, вот как вам оттенок на солнышке. На солнышке. Вот. Но он будет посветлее. Он будет светлее. То есть она меня как бы не обесцвечивала. Она мне просто придала немножко текстуры. То есть волосы у меня были такие, знаете, обесцвеченные какие-то, знаете, ну такие, как пакли. Два месяца я у Марина не была. Вот. Сейчас будет получше. То есть волосы, по крайней мере, даже лежать будут лучше намного. Так что советую всем вообще регулярной основе ходить. Это прям вот в обязательном порядке. Потому что если не ухаживать за своими волосами профессионального мастера, в противном случае ваши волосы... Я, кстати, с Мариной еще поговорила. Говорю, вот некоторые вообще там дома красятся. Не знаю, как покрасться в блондинку дома. Можно так вообще же волосы сжечь. Мало не покажется. Я лично всегда говорю, только я... Только к мастерам буду ходить. Как я рада, что я нашла Марину. Мариночка, будешь смотреть? Я тебя люблю-люблю. Вот. Пойду немножечко, не знаю, позанимаюсь какими-то домашними делами. Вообще надо вещи разобрать. Девочки, надо заняться организацией, системизацией. Может, что-то приготовить. Не знаю. Хотела что-то приготовить. Что-то вообще на состояние такое, на состояние. Не знаю, что делать. Что-то я посидела у Марины, размякла. Так хорошо, с ней поболтала. Знаете, вот ходишь к парикмахеру, как к психологу. Девочки, вот в нашей стране не нужны психологи. Ходим к парикмахеру. Все. Или там к мастеру маникюра. Все. Вот сидишь, болтаешь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только выбирайте человека себе по душе, по уму. Чтобы вот... Не пиздил. Много. Да-да-да. Потому что если там она будет... Ой, а это и это, это не очень хорошо. Вот. Так что такие дела. Как вам этот цвет? По-моему, нормально. Вообще шикарно. Я даже не ожидала. У меня Марина каждый раз шокирует. В шоке каждый раз. Такое приятно. Сначала думаешь, господи, ну как это так? Кстати, у меня сначала... Марина оставила вот здесь вот сзади какие-то такие волосики. Ну, такие, знаете, как это? Переход. То есть она не стала мне выстригать вот эту часть. Вот. А я потом что-то посмотрела, мне не понравилось. Я попросила Марину подстричь. В общем, она не сделала. В общем, как она сказала, у нее, кстати, гарантия. Неделю на краску и на стрижку. То есть если что-то не нравится, можно потом всегда прийти и все сделать. Вот же, Настя, профессионал. Профессионал, профессионал. Прямо снимаю шляпу, которую у меня нет. Девочки, я сейчас сижу, ну вот, смотрю, померила сахар себе. Вот, к сожалению, уже просто закончился. Пять и четыре спустя сколько? Спустя три часа. Вот я покушала и ничего не ела у Марина. Даже конфетку не съела. Вот решила померить сахар сейчас после нагрузки. Пять и четыре. В общем, все нормально. То есть у меня временное было такое повышение. А так, в принципе, все хорошо. А то я же, блядь, перебздела. Вон сижу, хорошее тут. Занимаюсь делишками. Мои хорошие, еще раз все, здрасте. Ой, да. В общем, это, еще раз всем здрасте. В общем, продолжаем. Марин Лизонский болит. Вот я сижу. Красивая вообще. Прям красиво вообще. Что-то я проголодалась. Решила немножко перегусить. У меня тут чебу-пицца. Где у меня тут покупка? Сейчас покажу. Чебу-пицца. Так, уберу губки на подушку. Кстати, вот эти подушки очень удобные. Вот реально. Так. Вот, смотрите. О, и даже так пониже сразу. Взяла, короче, вот такую чебу-пиццу. Она у меня в морозилке валялась. Очень-очень удобненько. Как? Ну что, девочки? Ой, прям не нарадуюсь. Смотрите, какая красивая стала. Сразу обновилась. Цвет новый. Стиль новый. Вообще красота. Вот. Что-то сейчас сидела-сидела. Думала, блин, через пару-тройку часиков поем. И уже так нормальный ужин будет. Там все дела. Не могу. Хочу жрать. Хочу жрать. И сголодалась я. Что-то я туда-сюда съездила. На улице холодно. А сейчас холодно. И хочется чего-то постоянно поджевать. Потому что организм справляется с холодом. Я решила себе погреть быстрый перекус. Все. 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 Салфеточки. Салфеточки. А мы же с вами, девочки, аккуратненькие. Да. В общем, будем кучить. Вот такой. Костячно. Вот. Смотрите. Еще у меня такой коктейль. Молочный. Кстати, его надо пить. А то он не испортится. Ой, какая красота. Он у меня, по-моему, ванильный, да? Нет. Это карамель. Молочный коктейль. Карамель. Вообще. Вот считайте. Молочный коктейль. Вот. Вот такая вкусняшка. Три минуты в духовке. Не в духовке, а в микроволновке. Да. Я сейчас уже стояла. Блин, хочу жрать, хочу жрать, хочу жрать, хочу жрать. Я уже ждала. Скорей, скорее, скорее. Ать. Еще. Ать, пять, пять. Еще. Так как у меня, получается, сахар нормальный. Что-то я прибздела. Вот. Можно и покушать. Да. Еще два раза, кстати, уже мерила. Все пальцы истыкала. Все пальцы. Вкусно так. Короче, истыкала сегодня все пальцы у себя. Вот. Попробую, как ты. Померила сегодня сразу после еды. Сразу после. Даже не два часа там, а сразу после. Где-то был высоковат. Но, в принципе, я посмотрела нормы. То есть, так и должно быть. И вот сейчас после четырех часов, получается. Сколько у Марин? Два часа была. Ну да. Примерно через четыре часа. Ну, там, три с копейкой. И все. Я смотрю, у меня нормально. Пять, четыре. Вообще шикарно. То есть, он вошел в норму. Вот. А там, значит, видать, случайное было такое повышение. Ну. Тоже нормально. Ну, такое бывает. Вообще, конечно, правильно. Нужно следить. За своим сахаром. В любом случае. Как вкусно эта запрещенка. Сейчас, короче, сидела, общалась там с девочками. Выбираю отель, куда поехать. Не могу определиться. Сначала один предложит, потом другой. А я еще-еще не могу остановиться. Там сначала один отель, потом другой. Потом поновее, там, побольше. Там, пятый, десятый. Хочется, чтобы был большой отель. Чтобы он был чем заняться. Но. Большой отель. Он накладывает определенные, так сказать, отпечатки. Вообще, сейчас я еще не знаю. Может быть, даже вообще Египет. Но уже пора задумываться. Потому что одно дело, когда ты ждешь горячку и просто сидишь там, на жопе ровной и просто ждешь. А вот другое дело, когда тебе нужно к определенной дате точно быть в этом месте. Поэтому я задумывалась. Я боюсь, что вообще не останется. А вдруг это... Нет, конечно, какие-нибудь вылеты останутся. Я боюсь. К определенной дате можем не успеть. Поэтому, наверное, нужно озаботиться покупкой тура уже на этой неделе. Может быть, завтра Вовчик придет. Может быть, после завтра. Кстати, мне что-то сегодня не позвонили насчет этого мяса. Надо, кстати, самой позвонить. Не знаю, что за фигня. Рано мне сегодня не звонили. Сад, подожди. Хотя утром кто-то звонил. Не знаю. Она будет перезвонить. А вдруг что? Зайди, мое мясо. Вот такие дела. Лучше немножко поесть. Слышно. Вообще, на самом деле, лучше дробно питаться. Не жрать все за один присест. Подробно. Это у меня, считаете, сейчас полноценный обед. Ну, при условии, что я встала почти в час. Сейчас время шесть. Так что практически обед. Вкусно. Надо вотчик позвонить. Отмечать прическу будем вечером. Вообще, так смотрю, прикольненький. Цвет такой, знаете, интересный. Такой сероватенький. Я бы сказала, металлический. Правильно, Мария сказала? Хотела подумать, может быть, он это... Ну, а что он светлый? Я не хочу быть одинаковым каждый раз. Хочу каждый раз быть какой-то новой. Я сейчас возьму и покрашу все. Это в какой-нибудь, я не знаю, белобрыцый. И все. Не, ну, я, конечно, как мама отличненько не буду там синий-зеленый эксперимент делать. Хотя интересно было бы. Ну, вот, ну... Марина, я так поняла, со мной за любые эксперименты. Вот. Нет, все, что хочешь сделать. Ну, прикольно. Вот. Так что сейчас поем. Пойду с Вовчиком созвонить. Что-то вещи-то, конечно, забрала. Нифига. Что-то я ленивая такая стала. Девочки, обленилась вообще в конец. Вот только жрать не ленюсь. Вот, а, а, а это плохо. Лучше бы я изменилась пожрать. И думаю, прям, такая холодрыга. Я пришла, выбила всех кондиционеров. Знаете, холодрыга, она хуже переносится, чем жара. Хотя и то, и то неплохо. Сегодня я сейчас прислал сообщение. Типа, как он, ветер усиливается. И реально, сегодня, прикиньте, надуло. Надуло, дождик прям вообще жуткий. Я еле уехала. Марина, представляете? Я выхожу, а там ливень. Просто буквально. Так себе, что здесь. На ее, кстати, сходить в этот будет все-таки. Прямо, я сказала, надо в это слоить. Фикс Прайс. Там продаются тюбики такие. В путешествия отливать свои шампунчики. Потому что шампунчики отельные, это хорошо. А свои профессиональные еще лучше. Классно они это делают. Две минуты микроволновки. Ты довольна. Ммм, здорово. Шахунское молоко. Да. Остатки. Так, это не остатки. Тут еще можно подрезать, и будет еще вкуснее. Ну, кстати, очень вкусный молочный коктейль. Северный терлина. Прямо, знаете, вот как будто... Я покупала вот этот Гранде. Вот если сюда немножечко соли добавить, вот просто на кончике ножа размешать, и будет вообще шикарно. Можно самому делать такие коктейли. Молочные. Все. Ать. И все. Все. Так, доедаем, доедаем, допиваем. Пойду дальше сейчас отель выбирать. Смотрите, отзывы. Пойду дальше. Нет. Правильно выбрать отель, это в целом искусстве. Потому что от этого зависит ваша поездка. И я не понимаю, как некоторые вообще турагентам просто доверяют. То есть турагенты... Не знаю, что вам надо. И понятие хорошо. Все хранят. Поэтому я выбираю только сама. У меня прям... Галь, ты посмотри вот этот вот отель. Я смотрю. Если вам нравится, то беру. Но сейчас буду все отзывы смотреть. И сказать. Хочу нормально отметить свой день рождения. Надо примериться. Может быть вообще, кстати, в Египет поедем. Хрен сказать. Не знаю. Но нужно уже брать. Потому что я не хочу остаться дома. Я не хочу в просад попасть. Что вот такие дела. Такие дела. Угу. Такое прелесть. Вот я, наверное, теперь бы еще обучиваться жила. Но я потом поужину. Это, так сказать, мелкий перекус. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Такое надо вкуснится. Так. На улице у нас опять. За влахнут у тебя. погода у нас ужасно это уже сплю вижу прическу меня принципе уже есть можно в принципе ехать то есть а ко мне сторона рабочая вам вот это или вот это очень хороший коктейль северная долина у нас чисто не не производится молоко зовут молоко зовут северная долина до нижгородского сахунья но это вот то из нижнего города или вообще из при из ближних территорий вот очень вкусные шахунский северная долина это и недавно вообще кефир выкинул кстати девочки у меня же лежит кефир я думаю с ним чем сделать там ножки кефир просроченные не думал чуть не сделать хотел сделать оладушку вот нельзя пока что тогда ложка сделал в общем прямо каече и до сахар есть вот и не понимаю что вообще готовить есть когда вы нет отрываешься папу поел сразу как-то жизнь заиграла яркими красками с 5 мяцом но ужина сером я этим не наелась и так сказать червячка затравить лучше сейчас его затравить чем потом такой проснется такой и ты сожрешь пухоник вот так лучше по чуть-чуть закидывать жарила вулкан он пошла дальше еще позанимаюсь делаем в общем увидимся